здравствуйте рады всем кто не спит кто меня дождался кому это все очень интересно напишите пожалуйста давайте сразу чтобы нам было понятно как меня видно как меня слышно хорошо ли все есть ли контакт анатолий здравствуйте домен берлин привет хочу понять как меня слышно как меня видно видно слышно хорошо напишите пожалуйста лена анатолий напишите меня видно хорошо привет марсах ну привет марсианам музычка пошла на что это уже похоже да ну вот я сейчас думала включить не подключить попробуем а вот и музыка анна антонова да здравствуйте здравствуйте анечка а давайте напишем кто из такого города или какая страна я знаю елена из берлина германия на связи анатолий а вы из такого города аня из такого города давайте напишем интересно просто сколько нас и откуда мы я я я с вами общаюсь сама бумажку готовлю не волнуйтесь у меня все под контролем напишите мне же будет очень интересно понять кто откуда тамбов далеко тамбов на связи хорошо а кто еще откуда подмосковье ухты здорово ой подмосковье подожди я пока готовлю бумажку кстати подготовила вот такими кнопками я прикрепляю планшетную бумагу для того чтобы у нас была с вами рабочая поверхность готова лида привет привет всем рады здорово настроение поднимается смотрите у меня сегодня есть такой момент мы начнем с монотипии калифорния калифорния на связи да лида калифорния подмосковье там вон германия кто стал президентом о андрей а пока неизвестно мы сами ждем по всем каналам давайте я немножечко политики скажу да и и он и штатов сегодня у нас еще больше напряжение день потому что заголовки кистрят да лида давай подсказывай заголовки кистрят сайт и разрывает затраты сообщений народ там кое-где бастует непонятно по какой причине еще ничего не понятно но тем не менее давайте попустим да ну где политика где мы точно циркус континьюс и все по кругу непонятно пока говорят нам одно и то же голоса считай подсчитывают просто обратно штата есть свои правила понимаете и допустим аляска и аризона они подписывают по моему эти два штата до подписывают еще подписывают боже что я говорю подсчитывают голоса подписывают короче ребят кто на меня не подписан подписывайся пока америка голосует кто будет следующие четыре года с нами во главе кстати зависит вся мировая экономика вот так то весь мир замер весь мир ждет да да анатолий я я я не рисую я не пишу портреты умею но не делаю этого у меня есть своя причина потому что для меня фотографическое сходство это ни о чем а чтобы правильно и грамотно написать портрет надо знать на туру поэтому мы писали на туру с натуры портреты в это отдельная история сегодня у нас по-прежнему акварель я знаю кто-то уже подготовился давайте ребят сделаем с вами я думаю монотипию начнем с монотипии акварельной а продолжим этюдом как вы на это смотрите есть такой желание есть такое а вот елена пишет соля как я научусь рисовать специально нарисую себя ребят смотрите вот уже там целый целый такой творческий союз получается один позирует другой пишет класс и так я сейчас буду переключать нас на рабочий стол у нас с вами отработанная система правда кстати пока пока я не переключила скажите мне как вам слышно музыку не очень громко хорошо слышно или или очень громко ну ладно вы пока пишите а я а я вас переключаю на рабочий на рабочую поверхность я нашла немножечко просто положить для монотипии нам надо чтобы наша поверхность была более-менее такой максимально горизонтальный есть ура сейчас мы посмотрим наш листик хороший и ровный и все замечательно смотрите что я буду сейчас использовать вот такую пленку обычная пленка в прошлый раз я пробовала пищевую мягкую она тоже подойдет а сейчас я нашла просто от упаковки холста вот такую пленку так я выбираю пленку похоже под наш лист чтобы подходил видите все я порвала ее вот по моему прилично даже еще осталось смотрите сколько плен и у нас так сейчас мы настроим рабочую поверхность так чтобы было максимально видно по моему шикарно видно так музыку слышно хорошо это прекрасно что я вам предлагаю сделать предлагаю сделать монотипию причем монотипию которая именно делается акваелью легкая воздушная сейчас мы с вами посмотрим как это будет делать я смачиваю водой причем делать мы ее будем наверно в середине листа эффект не она получается пока мы просто смачиваем водой середину листа можно не обязательно выравнивать какие-то края абсолютно не обязательно потом все равно можно будет подправить и что-то сделать свое я думаю пока в каком цвете мы хотим холодным или теплым напишите девочки и мальчики кто со мной сегодня какой цвет берем космический голубой такой холодный или сана осенние желто оранжевые такие вот фиолетовым какие-то наберем есть предложение к нам Инна Барышева присоединилась очень приятно ну что я жду напишите в каких тонах вы хотите монотипию попробовать сделать мы же у нас же совместное творчество я ж не одна участие осень теплые Анна Антонова молодец благодарю единственный человек который отреагировал на мой вопрос ребят ну что такое заодно заодно наблюдаем да как краска всплывается сама по себе по моему для меня это самый такой момент самый-самый трогательный и волшебный я никакой картин и не рисую заметьте я просто накладываю краску объясню для чего чуть чуть попозже что именно я делаю пока я пробую только светлые тона правильно осенний такой да у нас немножечко желтоватый пусть будет нам с вами чуть попозже потом я пленку пока держу кстати пока я делаю пленку я держу вот так холодные ребят будет следующее давайте сделаем теплую потому что кто-то отреагировал гораздо быстрее Анечка нам сказала что давайте сделаем теплых начнем с теплых а мы можем сделать две монотипии у меня я бумагу подготовила сегодня на всякий случай сейчас я еще добавлю контраст голубой даже нет наверное просто фиолетовый я добавлю для того чтобы у нас была возможность потом после оттиска сделать какую-то интересную свою зарисовочку смешали я добавляю немножко больше цвета чтобы краска была погуще итак мы готовы да сейчас еще посмотрю в этом месте что я делаю вот моя пленка внимательно смотрим ребят смотрите я беру эту пленку и просто кладу ее сверху все я ее примяла смотрите получается видите под пленкой вот такие разводы вот нам надо их сохранить у меня сверху для тяжести есть вот такой палет от карандашей пастельных я придавила угу вот теперь для того чтобы был максимально хороший эффект нам для этого нужно отложить в сторону планшет мы сейчас отложим и я возможно сверху еще что-нибудь положу потяжелее чтобы оттиск был такой вот прям фактурный хорошо так я отношу я думаю вам сейчас будет видно немножко из того что я делаю так у меня есть такой замечательный медицинский медицинский психология как раз нам подходит все я придавила убрала пока она у нас будет нас ждать после следующего инфиуза который мы с вами сейчас сделаем или хотим сразу еще одну монотипию холодную есть момент предложения хотим еще одну монотипию сделать холодную стана реагируйте ребят давайте чтобы у нас не было большой паузы будем делать в холодных тонах или как Анечка, Елена, Лида отреагируйте пожалуйста а то у нас получится с вами большая пауза и все и все молчали и все затихли ну что да да на я не поняла Лида сделаем еще в холодных тонах монотипию да и у нас будет жду холод ну хорошо давайте сделаем второе тогда я опять опущу опять опускаю сделаем с вами второй остиск и он у нас будет холодный и я возьму цвета наверное сейчас попробую подобрать что-то такое под северное сияние чтобы у нас потом получилось и можно будет сделать свою работу под северное сияние как вы на это смотрите давайте попробуем да ну интересно же да что у нас получится вот сейчас опять я заливаю водой лист не целиком вот 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 Смотрите, я играю с бумагой. Кстати, потом, когда получаются вот такие интересные заливки, он иногда жалко трогать даже, хочется сюда уже что-то вписать. Смотрите, как красиво у нас краска. Пошла, 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 гуляет. Но мы с вами знаем точно, да, что когда краска есть, чем соединяться, тогда у нас отпечаток будет более такой плотный. Сегодня мы начинаем с этого. Смотрите, вот такую композицию я заделала обычной, обычной своей любимой кисточкой, моей самой любимой. Так. Вот моя пленка. Сейчас я ее оторву кусочек, потому что очень большая. Вот я ее помяла. Очень здорово. Лидочка, да, давай, давай, бери Дениса. Давай, ребят, сделайте что-то такое прикольное вместе со мной. Я сегодня использую все книги своего мужа. Смотрите, сейчас я просто книгой придавливаю. Я не знаю, что там, и мне не хочется пока знать до тех пор, пока не подсохнет. А вот теперь мы с вами поднимем нашу рабочую поверхность. Кстати, я забыла вам показать, да? По-моему, в прошлый раз я показывала, но покажу еще раз. Я купила через интернет вот такую акварельную бумагу. Да, мой гомер, да, мой муж, да, он врач. Можно так сказать, он медицинский работник, да. У него все по медицине, да. Смотрите, ребят, вот эту вот бумагу я купила. Я не знаю, по-моему, на интернете можно везде ее найти, мне так кажется. Думаю, я не ошибаюсь. Итак, это именно специальная вареньная бумага. Если хотите, сделайте скриншот или потом счастье напишите. Я вам сделаю фотку и отправлю счастье. Ну, кому интересно будет, да? Итак, я когда говорила за спираль, что мне не нравится спираль, но другой бумаги не было, поэтому пришлось купить то, что есть. Ну что, какая у вас сегодня есть интересная идея для меня? Мне хочется опять лодочи, что-то такое. У нас совпадает с вами желание? Лариса нам пришла. Лариса, здравствуйте, специальная. Здравствуйте, Лариса. Очень приятно. Очень приятно. Итак, Лариса, а вы у нас сегодня с красками? Вот Лида с красками у нас. Так. Приветники-приветники, Лариса, здравствуйте. Итак, смотрите, у меня есть предложение сделать легкий этюд. Опять попробовать что-то с водой. Вы на это смотрите. Все-таки у нас акварель, она воздушная, легкая. Буквально недавно мы с вами сделали этюд лесной, лесной дорогой. Елена из Германии нам заказывала, и мы ее сделали. Да, Елена? Ну что скажете? Хотите что-нибудь такое, именно легенькое-легенькое? Да? Или вы мне доверяете? И будем творить прямо, как оно пойдет? Напишите, отреагируйте, ребят. Давайте, не стесняйтесь, пишите, чтобы мне было понятно, кто со мной. Да, да, Елена, что да? Да. Да. Ну да. Так, как обычно, да? Все помнят? Кто не помнит, говорю о том, что мы смачиваем часть бумаги. Но можно всю бумагу смачить. Я иногда всю смачиваю, а сейчас мне опять почему-то хочется только часть. Как будто вот так вот. Вот часть. Я намочила часть. Сейчас я беру под наше небо, которое будет, голубую краску. Амультермаин, голубая, обычная. Вот такую я краску взяла, смешала ее. Она у меня смешанная. То есть это не чистая краска. То есть я чистыми цветами стараюсь вообще никогда не пользоваться. Только смешиваю краску. Кому интересно, что происходит, напишите что-нибудь, чтобы мне тоже было с вами интересно общаться, чтобы я понимала, какое у нас с вами настроение, кто со мной в творчестве сейчас. Я знаю Лида. Точно. А Лариса не поняла. Лариса, вы с нами сегодня? Вы с нами сегодня занимаетесь творчеством, Лариса? Вот мне хочется, вы знаете, когда начинаешь работать акварелью, вот в какой-то момент она начинает, сама акварель начинает вам рассказывать и подсказывать, что сделать дальше. Опять же, если мы это делаем без предварительного рисунка, как сегодня. Я вообще люблю спонтанность во всем и экспрессию. А ваша команда и ваша компания меня очень вдохновляет на такие вещи. Сегодня вы смотрите с нами, да? Хорошо, хочется посмотреть. Ну хорошо, давайте, ребят, посмотрим. Итак, что же я делаю дальше? Хорошо, я думаю... Сейчас я думаю, думаю, думаю. Наверное, пока... Хорошо, ребят, если кто со мной сейчас творчеством не хочет пока заняться. Уже знаю, но и меняю мои приемы. И мне очень нравится, потому что иначе вы бы ко мне не заходили, если бы вам было неинтересно, правда? Очень много интересной информации, хорошей такой, именно полезной. Я выкладываю у себя на странице «Современная живопись красиво и легко». Кого еще там нету, если на самом деле вам творчество не чуждо, вот заходите, подписывайтесь, смотрите. Кстати, там и видео есть разные, которые я выкладываю с предыдущих эфиров. Вот такое у меня настроение прям плавное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну как, уже есть у кого-то предположение, что у нас сейчас тут будет? Ой, Лариса, благодарю! Легко у меня все получается. Опять же, если бы вы сейчас со мной бы занимались параллельно, пробовали, вот уверена, у вас бы тоже получилось бы все. Еще бы интереснее, наверное, кстати, вот я добавляю вот здесь немножко акцента, чтобы бумага, чтобы вот такие были, а все и под все и от варель, мы все-таки от варелью пишем, да? Вот так мне что-то прямо очень отвлекается, вот там, оп! Кстати, смотрите, я сейчас выкладываю лист чуть-чуть по горизонтали, потому что вот в этом месте, в котором я хочу добавить цвет, я хочу, чтобы он бы здесь задержался немножко. Чтобы эти пятна мои, они задержались. Сегодня немножко новый подход у меня, на самом деле очень много разных техник, особенно у акварели. Вот, я сейчас немножечко подержу ее, эту поверхность, горизонтально. А-а-а, Лариса еще работает! А-а-а, Лиза что-то пишет, у нас все медленно. Задумчивая зима! А-а-а, а у меня, вы, вы знаете, наверное, все-таки отсутствие лета и возможности искупаться в океане уже сейчас, все-таки дают о себе желание. Воды, 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 дайте воды! Уже понятно, да, что происходит? Кстати, зима у нас была буквально, по-моему, позавчера. Вот, смотрите что, да? Сейчас я чуть-чуть, вот, я хочу, чтобы оно у нас подсохло немножечко. Чтобы я могла уже опустить, и дальше мы будем творить. Уже, наверное, можно, да? Вот. Вода, вода, да, вода! Так, кому, ребят, интересно, скажите, что на самом деле вам интересно за этим наблюдать и смотреть. Сложите что-нибудь? Потому что мне было бы очень интересно знать именно ваше мнение, а то, может быть, я сама для себя тихо сам с собою, тихо сам с собою. Я не люблю тебя. Вот, я вам еще и спою. Пока рисую. Вот, сегодня я хочу, мне кажется, прям будет схема. Какая-нибудь пропорциональная лодка. Хорошо я сказала, да? Так. Сейчас я думаю, в какое место ее мне направить. Поставить. Так. Сюда. 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 Думаю. 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 Видите? Думаю. Думаю. Эскизы нет. Ничего нету. Ой, Аня, спасибо большое. Мне очень приятно. Благодарю. Я вас от всей души благодарю. Мне очень, мне очень ценно ваше мнение. Вам легко смотреть. Ну что, поль музыка такая пошла. Начинаем хулиганить. Ура. Хулиганим дальше. Итак. Музыка Я пока пробую Еще сама не знаю, что получится Так Я насколько помню, у нас там должны быть крепежи такие, да? Там подвесла или что там? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, точно, ухрюченный! Чуть левее от центра Ну, да, наверное, здесь где-нибудь Я просто не так, как я не техналь У меня перед глазами ничего нет, я по памяти, да, вот что помню У нас же с вами быстрый все Быстрый Субтитры создавал DimaTorzok Прямо такое впечатление, что... Что-то кого-то надо туда посадить, да? Давайте подумаем Спасибо, благодарю всех, кому откликается, мне очень приятно Ваше мнение и ваша поддержка мне тоже очень-очень нужна Потому что у нас... О, я думала, я успею, пока песня не закончится Прямо раз-раз-раз И будет лодочка! Ну, ничего-то я не успела Придется задержаться немножко Так, как у нас там выходит, что вам видно, рыбака? А я не знаю, у кого Сейчас я попробую, у кого-нибудь посадить Это еще надо... Вот сейчас момент такой, знаете, надо трапорцию понять Кому туда можно... Я думаю, думаю Потому что это еще не завершенное ничего Вы же понимаете, да? Сейчас я думаю Так Так Не судим меня строго Все условно В этом месяце СOnce он Игорь Игорь Тебе В этом месяце Субтитры делал DimaTorzok 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 Или может я ошибаюсь? Может они плавают? Сейчас мы объем придадим. Вот так, да? Лучше, по-моему, лучше стало. Так, ну что? На воде уточку вдалеке. Да что же это будет? Там будет пятнышко, Ларисе. Пятнышко такое, пятнышко усиное. Ну давайте попробуем какую-нибудь уточку. А че уж нам, да? Мы же сами себе творцы. Мы помним, да? Мы работать и спортировать не можем. Мы ее только изменяем. Мы не портим работу, мы ее меняем. Да, уточку. Ну давайте уточку. Куда-нибудь? Сюда, да? Просто нам же ещё не ошибиться. в масштабе, а то мы такую уточку заляем, что потом эта уточка как приблизится, будет такой вот, больше лебедя. Анечка, рада, 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 что нравится. Очень рада, правда. Мне очень, мне очень радостно, когда кому-то отвлекается и становится интересно. Анечка, а вы нам в следующий раз присоединяйтесь. Дельфин в реке. Вот опять, Гомер, я не знаю вашего имени, вы нам представьтесь хотя бы, чтобы было так, на равных общениях. Гомер, у меня прям сразу этот мультик Симпсоны. Не знаю, кому-то он очень нравился, для меня он был немножко бессолковым. Хотя там юмором, но скрытого, да, согласна. Все, а? Я думаю, уточка у нас с вами уже сидит. Сейчас мы прибавим немножечко. Контраст, так сказать. Утка сидит, птицы летят, человек в лодке, я не знаю, чем он занимается, гребет, или сидит, или что он там делает, не знаю. Может быть, кеп, а давайте мы ему кепку нарисуем. Как мы насчет кепки? Ха-ха! Куда же будет сюда кепочка? Ой, да-да-да-да-да-да-да-да. На уточку смотрит, да? Все, готово. И кепка есть. Ха-ха! Ну вот, как-то вот так у нас с вами вышло. Ну, что вышло, то вышло. Сейчас я хотела попробовать задать направление кепки или полочеку, или нет. Не знаю. Сейчас попробую выборкой. Нормально, все. Я думаю, достаточно того, мы уже очень долго с этим сидим, правда? А у нас с вами там монотипия. Ай-ду... Ай-ду... Ай-да... Идет... Лида, я не совсем поняла. Правда. Шляпу... Елена просит шляпу. Ну, ребят, давайте... Давайте соберемся. Соберемся. Кстати, можно... Можно проголосовать. А, и дождь. Идиот. Ё-моё. И дождь идет. Не, ну... Если я сейчас начну... Чили, это будет много. Потому что я уже здесь задала графику. И если мы с вами сейчас даем еще одно дополнительное движение, у нас получится немножко несоответствие. нет... Но можно будет попробовать в другой раз, кстати. А у нас же было инс. Ай, у вас дожди. Господи, Лида. А я о работе. Я думаю, сейчас нам тут дождя не хватает. Ливни такого. Так, смотрите, ребят, сейчас я вам вот так покажу, что у нас с вами вышло. Не знаю, насколько вам реально виден свет или... Нет, не у нас. Да, я поняла, Лиза. Я теперь поняла, что я вообще ничего не поняла. Так, человек сидит, утка плывет, птицы летят, пусть будет дождливое у нас с вами небо. Да, я правильно понимаю теперь? Ну и человек... В лодке отражений есть все... Вроде все на месте. Что скажете? Я вас пока на себя не включаю. Расскажите, как вам? Это у меня получается, что мы с вами разговариваем, да? А вы меня не видите, а я вас читаю. Ну что, достаем монотипию. Смотрим, что у нас там получилось. Сейчас. Очень здорово, да? Вам нравится? Хорошо. Я рада. Я рада, я рада. Возвращаю вас на место к рабочему столу, так сказать, к станку. Так. Здорово. Аня, благодарю. Аня Антонову. Боже, мне так приятно. Вообще. Ребят, мне правда, очень приятно, когда я слышу такие отзывы. Вот, благодарю. Вот, честно. Благодарю всей души. Так. Знаете, что мне напоминает в этой форации? Какой-то была в своем детстве. Поэтому я никогда с этим не мирюсь. Сейчас, здесь уже подсохло, можно трогать руками. Вот. И беру ножнички и опа-па-па. Сейчас мы с вами вот эту щетину форации отрежем. Вот. Ну, теперь более-менее такой реальный вид, правильно? А, я забыла. Кстати, а что же мне не напомнили? А вот тут написать. Вот, вот. Как бы автор, да? Кто автор? Я же автор. Сейчас мы меня напишем. Ну, что? Вот теперь закончено, да? Вот и стоит, и прям все расписался. Достаточно. И музычка нам. Все, я убираю. Пока на отдых. А сейчас мы с вами посмотрим нашу первую моносипию. Я сейчас проверю или подсохла. Достаточно у нас времени было? Я думаю, да. Так, сейчас я с вами опущу. нашу рабочую поверхность. Так. Убираем планшет один. Вот наша монотипия. Сейчас я, знаете, что сделаю? Я возьму поближе камеру, чтобы вам было видно. Так, смотрите, что я сейчас буду делать, чтобы вам был виден процесс, чтобы было все по-честному со мной. до конца. Смотрите, я снимаю пленку. А, нет, еще не до конца. Эх, ладно, сейчас я вам покажу с другой стороны. Надо подождать еще. Видите, начала, вот, видите, все по-честному. Так, как там, еще пузырится. Надо подождать. Но я вам отсюда кусочек покажу, где подсохло. Вот. Видите, как получается? Вам видно эффект наложения? Вам видно? Вот здесь подсохло. Вот там, где подсохло, уже виден этот эффект отпечатка того самого, который вот у нас с вами получается. Вот здесь очень красивый эффект. Видно, да? Замечательно. Смотрите, девочки, мальчики, мне нужно все-таки отложить, потому что не подсохло. Надо подождать еще чуть-чуть. Но у меня есть предложение, если, опять же, если у вас есть времечко, и вы не против, мы можем сделать еще иный чуть. Так вы на это смотрите. Кнопки я снимаю, а то они мне здесь уже не нужны. Так. Мы с вами, знаете, что я сделаю? Я прям сразу книгу шлепну, вот так, и все. И кусай сохнет. книжка лежит, сохнет вторая, я тоже посмотрела еще у нас с вами не подсохла. Она до конца. Вот смотрите, да, или я очень много воды налила, не рассчитала, что по времени у нас получится дольше. Или все же имеет смысл подождать. Я сейчас лишнюю сниму. Так. Ну что, напишите, будем еще или писать, или может, тогда уже до следующего раза, чтобы не затягивать эфир, оставим, и может быть завтра с вами встретимся. Давайте, сейчас я переключу пока на себя камеру. Сейчас мы с вами быстро решим этот вопрос. Гляньте, я вам что-то показывала. Ха-ха, вот такой подсвечник. У меня есть. Ну что, Аня, будем еще и наступить, да? Ну мне приятно. Вы посмотрите, я у вас в очках, никто мне не сказал, что я на голове очки. Ну нормально вообще? Я целый день гуляла, потому что сегодня у нас была погода восхитительная, 23 градуса тепла. И пахнет осенью, лихими, желтыми. Я в восторге была сегодня. Гуляла просто у себя здесь по улицам и очки остались на голове и он мне не сказал, что я в очках. О, как! Так, если мы будем писать еще иный тюр, давайте тогда сразу решим каких-то нах. Ну, чтобы я уже подготовила немножко краску. Ну как, подготовила, мне просто нужно добавить воды в скворение немножко, чтобы она стала помягче. В Калифорнии снег. Обалдеть! Лида! У вас в горах снег. Вот это да! А у нас сегодня было 23 солнца, тепло, ветерок был, пластовый. Вот, я даже не знаю. Мне казалось, если бы были бы бассейны открытые, можно было бы даже поплавать. Ну, у нас пандемия, все закрыто, не поплаваешь. Так, ну что, еще-еще, да, хорошо, давайте подумаем, в каких тонах мы хотим сделать зарисовку. выяснить наш. Потому что у меня, я как бы, кстати, я не люблю смешанные очень много открытых цветов, открытого цвета в палитре, мне надо все время их смешивать. Я буду понимать, как мы хотим смешать в какой? Беларусь! Евгений фамилию сейчас Кудрявцев. О, Беларусь! Здорово! А у нас тоже и Калифорния, и Германия, и Тамбов. Гомер. Симпсон у нас из Тамбова. И Нью-Йорк. Кстати, мне интересно, муж у меня смотрит телевизор и наблюдает за процессом выборов, что там меняется, или есть какие-то новости, или а вдруг что-то поменялось кардинально, то он сказал, он ко мне прибежит и слезит. Наверное, вот так. Кто-то повезил, пока никто. А, Гомер у нас из Воронежа. Так имя-то, боже, оно хоть имя-то, как на самом деле к вам обращаться. Серьезно? И Беларусь, да. Кстати, у меня дедушка мой, он беларусь был. И у меня в Беларуси, сейчас скажу, где, в Могилёве и в Бобрусь. И в Бобрусь у меня живёт районная сестра. Угу. Так что, Беларусь мне очень блеста. Она вот, она во мне течёт. кровь беларусская тоже. Несмотря на то, что в основном я русская. Видите, куда нас в корне занесли? Саша его зовут. Ага. Значит, я не увидела, Лариса? Наверное, Саша нам представился, а я пропустила. Саша Воронеж привет из Нью-Йорка. Ну что, вы мне не написали весну хотите? Точно, Лариса написала весну. Вот прям, весна. Мне переключиться надо. Так, сейчас я вот думаю, подумать, 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 как бы, как бы, весна. А у меня знаете, что весна? Не поверите. О, у Лиды свелка размогилевывает. Ребята, у нас команда собирается. Здорово. Нежность, да, нежность. И у меня почему-то знаете, что у меня с весной ассоциируется? Подснежники. Прям смех. зла и подснежники, и любовь. Любовь, ну, любовь, любовь, да. Любовь. Вообще, такое объемное слово, да, любовь. Любовь, она такая многогранная. Начиная от наших родителей, да, с детьми, до любви, привычка, каких-то, с детьми, там, к людям, к детям. Любовь, это, конечно, что-то такое глобальное. И у каждого она выражается по-разному. Так, но мы говорили про весну. Так, Женя, о чем, о чем, о чем беседы? Это мы планируем о чем поговорить? Да, стинг снова. Я обожаю стинга. Это вдохновитель мой тоже. Я вообще люблю вкусную музыку и разную, разных жанров. Но у нас сегодня жилки. Давайте вернемся к жилки. Яблонь в цвету. Тоже интересно. Но моя задача вам показать, писать акварелью так, чтобы вы смогли за мной повторить. Поэтому я должна подобрать что-то такое, что будет не сложно и возможно повторить вам тоже. Даже те, кто никогда не писал и не пробовал. Вот моя идея. Давайте изобразим музыку. Музыку. Кстати, музыка это монотипия. Лида, монотипия. Музыка это монотипия. Вот там фантастика, что можно придумать. фирень цветет. О, я знаю, Елена любит фирень. Ну, давайте подумаем, да, давайте еще подумаем. Если фирень, то можно в виде иллюстрации, да? Саша пишет, а у меня колбаса сырная из в Беларуси. Вот у кого какая ассоциация, да? Так, ну что, давайте сделаем тогда, как Елена предложила, может быть, сирень, и население уже такая далекая весна, да, не первая весна. И крокусы! Кто помнит крокусы весной? Ну, тогда let's go, ну, let's go. Правильно, очень много беседы, да, бла-бла-бла, 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 ни о чем, да, беседы ни о чем. А так приятно иногда поговорить. Сейчас я переключаю вас на рабочий стол, пытаюсь оба, вот, да, нет, да, да, вот. Я извиняюсь за неудобство, если камера дрожит, трещит, или что там она, что-то шепчет вам. И она есть, да, хорошо видно или не очень. дайте, я посмотрю, как-то кривовато. Так, вот, да, хорошо? Все видно? Все края видны, я думаю, да, удобно? Крокусы и тюльпанчик, цветущие сады, пионы, ну, ничего себе, ребят, вы прям меня, мне нужно написать что-то, что вы сможете за мной повторить, вы не забывайте. Тогда давайте, знаете, что? Весна, весна. Вот, сирене, это тоже интересно, мне тоже понравилась идея Елены. Есть предложение, попробуй в виде иллюстрации, да? Тюлене, целое поле. Тюлене. А ты сможешь написать? Я-то напишу, ребят, я сделаю, а вы сможете повторить? Нет. Поэтому мне надо такую весну сделать, чтобы вы смогли ее вместе со мной повторить. Вот. Я могу предложить все-таки попробовать, если вы не против. Можь, некрозный. Сейчас я попробую изобразить. Так. Ну, это будет, наверное, в виде иллюстрации, я так понимаю. Потому что, судя по тому, а хотя можно попробовать сделать из-за рисов. А давайте попробуем. Что там? Давайте попробуем. такую легкую зарисовку сделаем. Что там? Легкий этюд. Видите, у меня цвет поменялся небо. Я взяла другую краску. весеннюю. Когда небо вот такое светлое, когда небо вот волшебной такой белизной своей чистотой завораживает. я даже не знаю. Сейчас попробую. Ребят, я пробую. Вы на меня... Да? Мы все понимаем, что из-за нет, предварительного ничего нету, поэтому у нас с вами будет такой легкий этюд. будет. Буду объяснять по ходу, когда будет необходимость, что конкретно я делаю. Хорошо? Вы пока наблюдаете за мной и будете рассказывать чуть попозже, насколько вам отвлекается моя задумка, которую я вам озвучу, чуть попозже. Хорошо? Как вам такая идея? Пока непонятно ничего. Я знаю. Я знаю, знаю. Именно поэтому мы с вами сейчас будем... Вот видите, не люблю я эти пэды непролеенные. И планшет у меня там в монотипе лежит, который нас ждет с вами. Вы помните, да? Я знаю, что я Прикольно, да? Это смотришь и не понимаешь вообще, что происходит А что происходит? Помните этот фильм? Состоронний вход воспрещен Ребята, а что вы тут делаете, а? Прям иди, мальчик, иди отсюда Помните? Этот шикарный фильм С Невтигнеевым Я его очень люблю И вообще фильм потрясающий Знаю, знаю, что пока тяжело понять, что это Но не торопитесь У меня тут что-то налипло даже Как вам цвета? А происходит волшебство Благодарю, Анечка Мне очень приятно, правда Очень Вам отзывается немножечко весной, весенний цвет? Отзывается вам весной? Ребят Буду рада, если вы со мной поделитесь Своими впечатлениями О том, есть ли весна Вам отражается весна или нет? Сейчас, пока я только вот наметки делаю Тебе понимаешь, что происходит, да? Рассказывайте, рассказывайте Весна, да, весна Вот именно весну мы с вами и хотели, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пока молчу Ну, надеюсь, вы понимаете, что у меня тут происходит, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напишите Вы помните, да, что мы с вами, у нас с вами живопись такая, она спонтанная, и она не, то есть это не академическая живопись, это все творчество ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА